Убившие трехлетнего сына родители обжаловали свои приговоры. В киосках шаурмой нашли нарушение. И какое наказание может быть за пикантные фото в личной переписке? 14 ноября на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Шесть человек на 30 квадратных метрах собрали несколько историй о жизни в классических советских хрущевках. В современной колокольне некоторые вещи выглядят просто удивительно. Недавно сильные новости писали о том, что в Беларуси могут начать сносить советские хрущевки. В первую очередь это может коснуться тех строений, ремонт которых обойдется слишком дорого. Как это будет выглядеть на практике, покажет время. Да и речь не об этом. Несмотря на все плюсы и минусы такого жилья, хрущевки это один из символов эпохи, а проживание, пусть и на скромных, но все же своих квадратных метрах, для многих оставили незабываемое впечатление. Читатели сильных новостей рассказали, как обустраивали быт в ту уже далекую советскую эпоху, каким образом ютились на скромных квадратах целыми семьями, ну и с каким чувством вспоминают то время. Обязательно почитайте этот материал, ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. В Гомеле на площадях бывшего КСК появятся новые производства. Что именно там будет? Как сообщает Белка, пустующий цех и площадку для складирования бывшего гомельского комбината строительных конструкций на улице Барыкина 303А выкупили минские инвесторы. Так, в цехе площадью 9 тысяч квадратов один из собственников наладит выпуск элементов систем канализации. Второй инвестор собирается построить новый цех металлообработки на площадке для складирования. Планируется, что в следующем году оба инвестора займутся разработкой проектно-сметной документации, а уже потом приступят к стройке. Вести цех в эксплуатацию планируют в 2025-м. На двух новых производствах создадут порядка 40 рабочих мест. У Гомеля на площади Ленина почали усталевывать новогоднюю ялинку. Летось монтаж галлоуного символа нового года почался уже 9 листопада, а праз месяц 10-го снежня на ее запалили иллюминацию. Ставьте лайк, а листомились от осени и уже чакайте зимовую святочную атмосферу. З нагоды святкования дня и вызволения Гомеля у городзе з'явятся два новые муралы и тематичные стенды. У городзе рыхтуется до святкования 80-ти годзе со дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников 26 листопада. У городзе усталюет 12 информационных стендов по улице Советской, на пляцу цыкаля городской дожки Гонару, у сквера имя Громыки и уздолж аллеи по проспекте Перамоги. Так само до свято на двух жилых домах з'явятся муралы у гонор-героев Советского Союза Миколая Зябницкого и Ивана Федюнинского. Теперь фасады домов рыхтуют до промалевки портретов. Госнадзор прошелся с проверкой по киоскам шаурмой в Гомельской области. В каждом нашли нарушения. Рейд по точкам общепита проходил в октябре. Всего проверили 32 места, где крутили шаурму. И результаты оказались неутешительными, проблемы обнаружили во всех заведениях. Самыми распространенными нарушениями были использование просроченных, непромаркированных продуктов, а также продуктов без документов о качестве и безопасности. В итоге 14 заведений должны приостановить работу и провести генуборку, а в 26 точках запретили продавать 363 килограмма продукта, в 9 приостановить производство и реализацию отдельных видов пищевой продукции. Также Госнадзор составил 10 протоколов об административном правонарушении в отношении 13 ответственных лиц. Убившие трехлетнего сына родители обжаловали свои приговоры. Сильные новости уже писали о том, что родители из Луцка, которые убили своего трехлетнего ребенка, вынесли приговоры. Отец получил высшую меру наказания, а мать 25 лет тюрьмы. Адвокаты осужденных сообщили, что те решили обжаловать решение суда. Причем с приговорами не согласны как защитники, так и осужденные. Помимо родителей, к ответственности привлекли еще 28 человек, включая различных должностных лиц, которые не предотвратили трагедию. Напомним, что в январе этого года слудские пьяные родители убили своего сына. Ребенку было всего три года. Всю его жизнь мать и отец издевались над ним, морили голодом и избивали. После очередных побоев мальчик скончался. Четырый годы тюрьмы занютцы у особистых поведомлениях. А милиция подлумачила, кого могут покарать. Недавно двое же хоров Барановича устали ахвярами шантажу у интернете после того, как их интимные фото потрапили у чужие руки. После этого в редакцию местного выдания «Наш край» начали звертаться люди, которые трапили у подобную ситуацию. Но боятся звертаться в милицию, чтобы самим не стать отказными, сейчас паусют порнографии. И саправды, как подлумачили у барановицкой милиции, поколи гарадшие здымки застаются у особистых поведомлениях, их аутору ничога не пагражая. Олег при их публикации в открытом доступе доведеться отказывать па законе. Кали, вядома специальная экспертиза подтвердзить порнографичный характер гэтых здымков. Завырап и распаусют, порнографии, нагадываем, могут покарать обмежеванием типа сбавлением воли на термин от двух до четырех годов. В следующем году ведут новые правила пассажирских автоперевозок, что изменится и кого это коснется. В 2024 установят жесткие правила игры для пассажирских автоперевозок, заявил Александр Лукашенко. Подготовлен законопроект, регулирующий вышеупомянутую сферу. Создадут реестр легальных перевозчиков, диспетчеров, агрегаторов и иных участников процесса. Те, кто в реестр не попадет, естественно, не смогут работать. А если будут работать нелегально, получат штрафы и иные наказания. Также изменения коснутся и агрегаторов, таких как, например, Яндекс.Такси и Убер. Таким компаниям нужно будет зарегистрировать юридическое лицо в Беларуси, а также разместить свои серверы внутри страны, рассказал Александр Лукашенко. В КГК же сообщают, что за 9 месяцев этого года проверили около 10 тысяч машин и выявили около 9 тысяч правонарушений. Также сообщили, что цель изменений – выявление нелегальных перевозчиков. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok